Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ярослав Скиба, врач-невролог филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Ярослав! Добрый день! Рада вас снова видеть в нашей студии. Продолжаем наш разговор и говорим, и посвящаем сегодня нашу программу «Головной боли». Все верно. Прежде всего, спасибо большое за приглашение еще раз в эту студию. Первая передача вызвала определенный отклик у жителей Одинцова, вплоть до того, что в общественных местах останавливали, благодарились за эту передачу, обращались за помощью. Поэтому, конечно, ту тему, которую вы сегодня выбрали, это мигрень, это конкретный вид головной боли, это очень правильный выбор. И давайте сегодня посвятим ближайшие 20 минут именно этому. Что такое мигрень? Давайте разбираться. Давайте начнем, наверное, с определения. Мигрень – это хроническое заболевание головного мозга, которое характеризуется повторными приступами головной боли, особенной головной боли. Почему ее особенность тогда? Вот сразу, чтобы было понятно, вот прям в мельчайших подробностях. Вы знаете, если вот еще немножко в сторону отойти, то, конечно, когда мы пытаемся поставить диагноз головной боли конкретной формы, будь то мигрень или любая другая, мы очень внимательно слушаем пациента. Поэтому действительно для мигрени характерны определенные конкретные жалобы пациентов на определенный характер боли. В классике считается, что мигренозная головная боль преимущественно односторонняя, она, как правило, умеренная или даже выраженная. Она, как правило, носит пульсирующий характер и зачастую сопровождается рядом симптомов, таких как тошнота, повышенная чувствительность к свету, к звукам и достаточно отчетливое резкое снижение физической работоспособности. Вот такой паттерн, вот такое классическое описание мигренозной головной боли. То есть, если человек понимает, что это мигрень, что он должен делать дальше? Ну, перед тем, как мы перейдем к вопросам диагностики лечения, для мигрени на самом деле характерен еще целый ряд очень специфических особенностей. Первое. У ряда пациентов перед приступом головной боли бывает аура. Аура – это своего рода предвестник развития головной боли. Как правило, это определенные зверительные феномены в виде вспышек света, мерцания зрения или, наоборот, выпадения полей зрения. То есть, человек перестает видеть в определенных участках. Это достаточно драматично переносится пациентам. Также аура, то есть, предвестник может быть в виде определенных чувствительных ощущений, в виде онемения. Также это может быть в виде нарушения речи. И, конечно, такие пациенты очень часто предполагают, что у них инсульт, да, действительно грозное заболевание, которое сопровождается нарушением речи. То есть, в ряде случаев перед, собственно, головной болей бывают определенные чувствительные ощущения. Но это не всегда. То есть, нужно понимать, может, просто заболезнь голова в привычном нашем понимании, да, и пациент без таблетки выпивает и считает, что он себе помог. Аура при мигрене характерна только где-то в 30% случаев. Кроме того, для мигрени характерны целый ряд других особенностей. Прежде всего, это наследственность. Так как мы рассматриваем мигрень как определенную готовность головного мозга к реакции на внешние раздражители, то есть, по сути дела, головная боль – это стереотипная реакция головного мозга на внешние раздражители, то мы понимаем, что действительно генетическая предрасположенность имеется. Как правило, мигрень передается по женской линии. Вероятность, если у мамы мигрень, вероятность того, что у детей будет мигрень 60%. Если папа страдает мигренью, то где-то 30% вероятность развития мигрени в течение жизни у детей. А если оба родителя страдают мигренью, то вероятность развития у детей до 90%. Кроме того, действительно, есть определенные гендерные различия, и они имеют определенное обоснование, почему так, к сожалению, девушки, наши мамы, наши сестры, они страдают чаще мигренью. Потому что есть… То есть, все-таки они не играют, говоря в случаев, да, что «ой, у меня болит голова, можно я прилягу?» Этот стереотип имеет обоснование. Действительно, если у девушки очень сильно болит голова, ее активность, ну, в целом, социальная очень сильно снижена. Поэтому, с одной стороны, девушки чаще, с другой стороны, есть пики определенной заболеваемости. Это они четко связаны с гормональным фоном. Поэтому подростковый молодой возраст, когда меняется гормональный фон у девушки, с другой стороны, с развитием менопаузы зачастую приступы становятся реже или проходят вовсе. Это очень важно. Однако, сейчас ситуация меняется. Очень много гормональной заместительной терапии проводится у женщин среднего и пожилого возраста, конечно, которые отрицательно сказываются на течении мигрени. Но все-таки мужчины меньше подвержены мигрени. Это действительно так. Однако, они тоже могут испытывать… А что у них за защитная такая особенность организма? Это скорее особенность женского гормонального фона, который действительно является мощным провокатором развития приступов мигрени. Кроме того, есть еще несколько рядов особенностей. Мигрень – это приступы мигрени. Как правило, пациенты описывают ряд провокаторов. И очень важно это знать. Почему? Потому что тогда мы будем иметь возможность определенных терапевтических подходов. Если мы будем знать, от чего оградить пациента, чтобы приступы не провоцировались. Это здорово, даже без таблеток. Какие факторы могут провоцировать приступ мигрени? Это очень важный вопрос. Они могут быть внешние факторы. В том числе, начиная от изменения погоды, яркий солнечный свет. Поэтому иногда мы пациентам рекомендуем носить солнцезащитные очки. Вполне логичная рекомендация. Это определенные вестибулярные нагрузки, длительная езда. Далее, это определенные психофизиологические изменения. Это голод, это жажда, это употребление, наоборот, определенных продуктов в пищу. В частности, например, шоколад, цитрусовые, твердые сорта сыров, бобовые. Это все может стать предвестником мигрени и спровоцировать. Это может провоцировать приступы мигрени у пациента, у которого уже есть этот диагноз. Да сейчас, особенно вот, как только вы произнесли слово шоколад, я думаю, что все задумались. На самом деле, таких провокаторов очень много, их более 60 описано. Очень важно, что алкоголь может провоцировать преимущественно темный алкоголь. Если считается красным сухой вино, самый мощный провокатор. Все это очень важно узнавать у пациента, потому что выявление этих факторов поможет нам бороться с этой головной болью. Ну вот мы плавно подошли к диагностике. Наверное, чуть-чуть еще. Еще есть парочку особенностей, которые очень важны и нужно знать. Потому что вообще работать с пациентами с головной болью, наверное, для любого врача это приятно. Потому что, как правило, человеку можно помочь, с одной стороны. С другой стороны, вообще диагностика головной боли, подбор терапии строится во многом исключительно на основании общения с пациентом. Без каких-то инструментальных методов обследования. Что очень отражает суть, наверное, медицинской специальности и действительно позволяет врачу помогать пациенту зачастую именно на основании общения. Какие еще провокаторы мигрени очень важны, с учетом того, что для многих наших жителей характерен достаточно интенсивный режим работы. И зачастую очень многие отсыпаются на выходные. Вот для мигрени характерна провокация нарушением ритма сна. То есть это недосып, с другой стороны, это увеличение длительности сна, поэтому так называемая мигрень воскресного дня или мигрень выходного дня, когда человек отсыпается в субботу, в воскресенье до 12 часов. Дневной сон может также провоцировать приступы мигрени. Важно ли это? Безусловно. Потому что модулирование ритма жизни уже может помочь человеку справляться с головной болью, если мы говорим о мигрени. Итак, переходим к диагностике. Да. Самый принципиальный момент. Диагностика мигрени основывается исключительно на клинических данных. То есть на основании общения с пациентом. Бывают ли ситуации, когда мы прибегаем к дополнительным методам обследования? Безусловно, да. Когда мы сомневаемся, когда мы не можем быть четко уверены, что это мигрень, это либо поздний дебют, либо сразу возникают очень частые тяжелые приступы. Либо они сопровождаются какими-то другими симптомами, например, повышением температуры. Мы, конечно, сомневаемся, мигрень ли это. Даже если пациент предъявляет типичные жалобы. Действительно, в ряде случаев определенная патология головного мозга, структурная, включая опухоль, может вызывать схожие приступы. Но в основе диагностики именно общение с больным. Если мы слышим от пациента, что приступы средней и достаточно сильной интенсивности преимущественно односторонние, не могут менять сторону. Они сопровождаются симптомами, которыми мы описали выше. Повышенная чувствительность к свету, к звукам, тошнота. И эти приступы имеют вот эти провокаторы. А если мы спросим, как дела у мамы и выявим, что у нее тоже окажется болезненная голова, диагноз фарисовывается сам по себе. Есть четкие критерии. Они отражены в международной классификации головной боли. Три-бета-версия. И если мы внимательно почитаем эти критерии диагностики мигрени, они исключительно клинические, на основании общения врача с пациентом. Но самое главное в случае с головной болью, это не затягивать, а незамедлительно обратиться к специалисту, если тем более повторяется. Безусловно. Но опыт показывает, и, наверное, большинство наших телезрителей, наверное, увидят сейчас себя где-то в этих словах, что голова болит часто у многих. Но до врачей не все доходят. Нет времени. Или не так сильно болит, или не так сильно мешает жить. Ну, просто зачастую проще на ходу перехватить таблетку другую. В аптеке. В аптеке запить ее водой. И, в общем-то, продолжить свой день рабочий дальше. К сожалению, да, это так, но мы должны четко понимать, чтобы хорошо лечить, мы должны четко понимать, что мы лечим. Поэтому, возвращаясь к предыдущей передаче, головная боль очень разная. Это сотни видов. И чем четче мы определим форму, конкретную форму головной боли, например, мигрени... А имеет значение, на какой стадии? То есть, в самом начале развития и появления этой головной боли, либо человек уже несколько лет мучается, может быть, и десятилетия, да, сходится с этой головной болью, которая возникает периодически. Есть ли дальнейшие какие-то ухудшения? Вы знаете, на самом деле мигрень не такая безобидная, особенно если говорить про мигрень сауры, потому что в ряде случаев при них могут, при мигрени сауры и вообще при мигрени, может быть определенное осложнение. Какие? Это инсульты. Особенно у девушек, которые принимают оральные контрацептивы, у которых мигрень, это очень мощные факторы тромбообразования. Кроме того, возникает лекарственная зависимость. В научной среде это называется лекарственный абузус, когда пациент постепенно начинает, чтобы загасить свою головную боль, принимать все больше и больше анальгетиков, вплоть до ежедневного приема по 5-6 таблеток и более. Чем это опасно? Это опасно тем, что препараты, которые применяются для купирования головной боли, они не витамины, это не самые безопасные препараты. Они могут оказывать токсическое влияние на сердце, на печень, на почки. То есть, леча одно, мы, в общем-то, количество совсем другое. Мы можем получить осложнение от злоупотребления этими анальгетиками. Кроме того, когда к нам приходят пациенты, у которых головная боль уже стала ежедневная, а есть понятие, как хроническая мигрень, когда головная боль чаще 15 раз в месяц. И когда пациент принимает ежедневно по полпачки анальгетиков, очень сложно ему уже помочь. Лечебные подходы, они значительно шире и требуют уже больше затрат времени и усилий, чтобы помочь такому пациенту. Поэтому желательно, конечно, не доводить до этого и обращаться как можно раньше, хотя бы, чтобы человек знал, с чем он имеет дело. Потому что, может быть, это и не мигрень. Безусловно. И если касаемо мигрени, это диагноз доброкачественный, с ним можно жить, если выполнять определенные рекомендации. Поэтому, чем раньше человек узнает об этом, он будет осведомлен, он будет понимать, что ничего страшного нет. У него даже не будет уже никаких мыслей и серий. Может быть, это опухоль, а может быть, это что-то с сосудами и так далее. То есть, человек будет осведомлен. Это очень важно. Очень важно понимать свою болезнь, тем более такую, при которой можно помочь. Мы уже сказали о том, что мигрень – это наследственное заболевание, оно может проявляться через поколение. Есть предрасположенность наследственная. Есть предрасположенность наследственная. То, что, говорит, подвержены ли дети этому заболеванию и какие звоночки должны стать такими главными уже для родителей, чтобы, наверное, обратиться и к помощи к неврологу. Вы знаете, это очень важный вопрос. Еще раз я говорю, что я взрослый невролог, поэтому детский прием я не веду, и пациенты младше 18 лет не попадают к нам на прием. Но в целом есть такой термин, достаточно четкий, устоявшийся. Это детские эквиваленты мигрени. То есть, действительно, в детском возрасте, во-первых, ребенок не всегда может пожаловаться на головную боль. А с другой стороны, в ряде случаев приступы мигрени проявляются совсем не головной болью. В настоящее время под детскими эквивалентами мигрени рассматривается боль по средней линии живота. То есть, боль в животе. Это эпизоды головокружения системного, когда есть ощущение вращения предметов с тошнотой и так далее. Это могут быть детские эквиваленты мигрени. Но более подробно об этом могут рассказать врачи-педиатры, которые... Ну, в любом случае, вот эти вот симптомы, они должны насторожить родителей, которые, безусловно, должны незамедлительно отправиться в детскую поликлинику. Особенно, если родители знают, что у них мигрень. Вот, ну, я к этому и ввела, безусловно. Это очень важно. То есть, если мама страдает мигренью, то она должна более внимательно относиться к жалобам своих детей. И в ряде случаев, ну, наверное, незамедлительно обращаться за помощью к специалистам. Да, это верное утверждение. Если говорить о лечении, которое проводится в госпитале, чем госпиталь обладает и что вы можете предложить вашим процентам? Ну, я бы, на самом деле, здесь не акцентировался именно на наш госпиталь. Есть определенные международные стандарты. И по моему глубокому убеждению, каждый из нас, каждый врач должен лечить именно согласно стандартов. Они не зря были разработаны, в эту работу вкладывали огромное количество коллективов по всему миру. Есть определенные стандарты лечения мигрени. И если говорить конкретно, то это лечение, помощь пациенту с мигренью можно разделить на две большие группы. Первое – это попытаться и научить пациента, и сделать так, чтобы мы могли купировать приступы, обрывать головную боль, если она возникла. А второе – как сделать так, чтобы они возникали реже или не возникали вообще. Это две отдельные группы, два отдельных направления работы. Ну, наверное, целесообразно обсудить сначала второе – это как сделать так, чтобы если есть мигрень, чтобы они возникали реже или не возникали вообще. И тут мы возвращаемся к определенным, к тому, что мы говорили раньше, к провокаторам. Первое – это модификация образа жизни. То есть это исключение тех моментов, которые могут провоцировать приступы мигрени. Общаясь с пациентом, можно эти факторы как раз-таки и выявить. Например, если человек имеет суточную работу, связанную с тем, что он не спит ночью, например, целесообразно рекомендовать его менять режим работы. Если человек злоупотребляет кофе, то, как правило, более трех чашек кофе в день, надо указывать на то, что необходимо ограничить употребление кофе максимум до одной чашки. И так далее. Прием оральных контрацептивов, общение совместно с гинекологом и рассмотрение возможности изменения этой терапии. Если, опять же, яркий солнечный день, и это провоцирует пациента, например, приступы одевать солнцезащитные очки и так далее. То есть модификация образа жизни является очень важным моментом по профилактике приступов мигрени. Если этого не делать, то медикаментозная терапия таблетками уже будет не такая эффективная. Это очень важно. И очень важно, чтобы мы всегда пытаемся до пациента достучаться, что не получится... То есть здесь без помощи пациента не обойтись. Всегда работа идет совместная. Одной таблеткой здесь не отделаться. И отчасти это хорошо. Многие пациенты очень это воспринимают правильно, потому что есть возможность помогать себе без приема лекарств зачастую. Это замечательно. То есть модификация образа жизни – это очень важно. Вторую рекомендацию, которую мы даем нашим пациентам – это введение дневника приступов головной боли. Записывать. Приходит пациентка, например, как часто у вас болит голова? Ну, доктор, часто. Как часто? Это очень важный момент. Регистрировать свои приступы, вести дневничок, записывать. Эта работа позволяет дисциплинировать пациента. Пациент более серьезно относится к вопросу лечения. С другой стороны, врач видит обратную связь. Он видит улучшения по урежению приступов, по снижению их интенсивности, по уменьшению выраженности сопутствующих симптомов. Это еще одна рекомендация, которую мы даем. И дальше мы переходим, собственно, к медикаментозной терапии. Приступы, как правило, мы сказали, средней или достаточно сильной интенсивности при мигрении. Как же их купировать? Это находится в компетенции врача, безусловно. Потому что есть ряд подходов, они различаются, как купировать приступ мигрени. Но есть определенная стадийность. От простого к сложному. От простого парацетамола, который является самым первым препаратом. Препаратом первой стадии. Если не помогают, идут анальгетики. Комбинированные анальгетики, включая кофеин. И высшее звено, если можно так сказать, это специфические препараты для лечения мигрени. Препараты из группы трептанов. Их доступно несколько действующих веществ. Несколько молекул, которые реализованы в конкретные препараты. Это препараты только для лечения мигрени. Которые, конечно, должны назначать специалисты. Бесконтрольный их прием, он небезопасен. Соответственно, выбор конкретной ступени основан на том, насколько тяжелые приступы, насколько они частые, насколько мы уверены, что пациент нас понимает и не будет злоупотреблять анальгетиками. Если мы видим, что есть такая склонность, конечно, мы сделаем акцент в сторону более безопасных препаратов. И так далее. Это что касаемо купирования приступов мигрени. Есть ли какие-то нюансы? Конечно, здесь их много. У многих пациентов очень часто наблюдается тошнота практически сразу же. Вплоть до рвоты. Конечно, все принятые препараты для купирования приступов выходят вместе с рвотными массами. Наблюдается так называемый гастростаз. Гастростаз, то есть это когда желудок не пропускает содержимое дальше, и, соответственно, таблетки, они... Не имеют никакого действия. Конечно, в этих случаях, вот именно для этих больных, мы назначаем сразу же противорвотные препараты. То есть подбор терапии очень индивидуален. Под конкретного пациента. Включая его пол, возраст и так далее. Но все-таки это заболевание позволяет использовать только индивидуальный подход в каждом случае. Конечно, все пациенты особенные. Здесь выбор под конкретного пациента, он должен быть, безусловно. Нет шаблона, по которому врач должен работать. Здесь абсолютно индивидуальный подбор идет. С учетом международных рекомендаций, конечно. Самое главное, что должны запомнить наши телезрители, посмотрев этот выпуск программы, это то, что нельзя затягивать с головной болью, и при первых симптомах необходимо обращаться к специалистам. Да, это безусловно так. Спасибо, Ярослав. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова